Лена Лена Река Пересекает всю восточную Сибирь с юга на север Ее исток в отрогах гор у озера Байкал А устье на побережье северного ледовитого океана На своем протяжении Лена пересекает несколько климатических зон Степь, тайгу, тундру, арктическое побережье Разнообразен животный и растительный мир Лены Здесь водятся рысь Косуля, бурый медведь, лось, горностай, соболь Берега Лены Лены хранят отголоски далекого прошлого Уже во времена неолита на берегах Лены жили люди Охотились, строили лодки, ловили рыбу Они-то и оставили нам эти рисунки Так называемые шишкинские писаницы Это одна из немногих художественных галерей под открытым небом Почти восемь месяцев сковывает ледяной панцирь воды Лены и ее притоков В верховьях Лены ледоход начинается в апреле Но лишь в начале июня река полностью очищается от льда Усть-Кут Один из первых городов основанных на Лене Ему почти 350 лет Современный Усть-Кут Один из крупнейших речных портов СССР Сложнейшие оборудования и машины Лес и продовольственные товары Нефтепродукты и стройматериалы уходят отсюда в Якутию На сегодня Усть-Кут пока единственный город на Лене связанный с железной дорогой Усть-Кут 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 Из железнодорожных вагонов грузы попадают на речные суда и плывут вниз по Лене Часть из них предназначена нефтяником Марковского месторождения Марково Безвестная деревенька Во второй половине 20 века оказалась в центре внимания не только в СССР, но и далеко за его пределами Ученые предполагали, что в Сибири есть нефть В 1962 году геологи открыли в районах Марково промышленные запасы нефти высокого качества Это была первая нефть Восточной Сибири В Ученые предполагали, что в Сибири есть нефть? Новая на берегах Лены хорошо уживается со старым Живописно расположенному на острове городу Керенску более 300 лет Построен он в основном из дерева Сибирская лиственница и кедр не поддаются влиянию времени И стоят в Сибири деревянные дома веками Ниже Керенская Есть место, где река настолько сужается, что суда могут проходить здесь только в одном направлении Это Щеки Только успешно миновав Щеки, можно достичь города Ленска Ленск Ворота ко многим промышленным центрам Якутии Здесь выгружают машины и механизмы для алмазных поисков Мирного, Удачного и Айхала Отсюда, от лесной биржи, уходят плоты от личного сибирского леса к низовьям Лены И дальше в порты Советского Союза и за рубеж После впадения Витима Воды Лены приносят нас на территорию крупнейшей автономной республики СССР Якутии, занимающей одну седьмую часть всей территории Советского Союза Огромное промышленное значение для всей страны имело открытие в Якутии месторождений алмазов Это памятник на месте первого месторождения алмазов, трубки мира Из таких вот карьеров громадные грузовики безостановочно возят добытую породу на обогатительные фабрики Где ее дробят и довольно сложным путем извлекают караты драгоценного минерала Город мирный, построенный неподалеку от трубки мира Из добытых здесь алмазов создают необходимые инструменты и ювелирные украшения Для нужд городов, их фабрик и заводов в верхнем течении притока Лены-Вилюя Впервые в мире, в условиях вечной мерзлоты, была построена мощная Билюйская ГЭС Незамерзающий поток воды падает здесь с высоты около 70 метров Это самая высокая в СССР каменно-набросная плотина Весной за одну секунду река перебрасывает через твор 13 тысяч кубометров воды Уже более 10 лет гидростанция дает промышленный ток И снова Лена Ленские столбы Вода и ветер за многие тысячелетия создали здесь причудливые каменные фигуры Не похожие друг на друга Ленские столбы Ленские столбы Ленские столбы Жители Якутии миновали эпоху паровозов, шагнув сразу в век воздушных лайнеров Например, жители Якутска увидели самолет в 1925 году На 6 лет раньше, чем автомобиль Сейчас нет такого прииска Селение Нас-Лего Буровой Где не приземлялся бы самолет или вертолет В гости на самолете В райцентр по воздуху В командировку на экскурсию Все аэрофлотом Каждый житель Якутии В среднем 3 раза в году становится пассажиром аэрофлота Однако далеко не все необходимое можно перевести по воздуху Основная часть груза Строительные материалы Прибывают в Якутск По Лене Якутск Столица Якутской автономной советской социалистической республики Самый большой город на Лене Население которого превысило 150 тысяч человек А в конце 19 века это был маленький провинциальный городок Бесконечные скитания по тайге и тунды Полное отсутствие медицинской помощи Почти поголовная неграмотность Были уделом их предков Октябрьская революция 1917 года Коренным образом изменила весь уклад жизни народов Севера Помогла им занять достойное место среди народов СССР До революции во всей Якутии было всего 290 специалистов с высшим и средним образованием А сегодня только Якутский университет Выпускает более 1000 специалистов в год по 16 различным специальностям Число студентов на 100 жителей республики Выше чем во многих высокоразвитых странах Запада В Якутии работают свыше 40 докторов и более 500 кандидатов наук Это больше чем во многих республиках страны Революции якутов косил туберкулез Нередкими были случаи Когда женщины рожавшие за свою жизнь более 20 детей Не могли сохранить ни одного Сегодня Якутия вышла на одно из первых мест в СССР по числу долгожителей Мы в институте по борьбе с туберкулезом Высокий научный уровень поисков Выросшие за годы советской власти национальные медицинские кадры Помогли победить страшное наследие прошлого Сохранить здоровье многим жителям Сибири В Якутии на тысячу человек приходится почти в два раза больше врачей Чем в большинстве стран Европы Важнейшее значение для всей страны Имеет месторождение промышленного сырья Открытые на берегах Лены и ее притоков По объему запасов полезных ископаемых Бассейн Лены одна из сокровищниц мира Перечисление полезных ископаемых Якутии Месторождения которых имеют промышленное значение Привело бы нас к заполнению почти всей таблицы Менделеева Но взять у природы ее богатство можно только заставив работать на себя вечную мерзлоту Которая на многие метры вглубь сковывает землю Якутии Это единственный в мире институт мерзлотоведения Здесь широко проводятся эксперименты По превращению вечной мерзлоты из врага в союзника человека Это очень важно Ведь зона вечной мерзлоты охватывает огромную территорию Советского Союза От Кольского полуострова и Чукотки до границ Монголии Опыт их в подземных шахтах не прекращается круглый год И вот наглядный пример использования рекомендаций ученых Эти сваи, вмороженные в слой вечной мерзлоты, легко удерживают на себе многоэтажные дома И столица Якутии растет На сваях выросли целые районы города КОНЕЦ КОНЕЦ Колебания зимних и летних температур в Якутии превышают 100 градусов Здесь находится полюс холода А это ставит перед учеными республики задачу создания материалов и машин Способных выдерживать такие перепады температур Поэтому-то Якутию часто называют опытным полигоном Здесь в масштабах, каких не знает ни одна страна Идет наступление на вечную мерзлоту На лютые морозы Короче, на все, что строптивая природа преподносит человеку на крайнем севере Не случайно именно здесь создан специальный институт физико-технических проблем севера Именно по рекомендациям ученых этого института Приходят в карьеры месторождений полезных ископаемых Якутии Лучшие образцы отечественной и зарубежной техники Это Нерюнгри Центр южно-якутского комплекса по добыче коксующихся угрий Запасы которых, по оценкам специалистов, достигают 40 миллиардов тонн В Якутии явственно прослеживается стремление к сохранению лучших достижений национальной культуры, народных промыслов Мастерицы фабрики Саордана с большой выдумкой используют отличную якутскую пушнину для изготовления меховых изделий с национальным орнаментом Музей изобразительных храмов Музей изобразительных искусств гармонично соседствует произведение различных жанров, рассказывающие о прошлом и настоящем Якутии Искусное произведение якутских касторезов Изображающие традиционные сюжеты из жизни народов Севера, охотников, оленеводов Особое внимание посетителей привлекают картины на исторические темы Нередко герои оживают на берегах Лены Куда направляется этот всадник? Ну конечно, на традиционный праздник встречи лета Праздник изобилия Иссиах Символы доброжелательства и гостеприимства Канавязи, Сергея После завершения положенного ритуала вдоль большой поляны движется нескончаемый хоровод Где рядом млад и стар Музыка 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 Традиции проведения таких праздников уходят в глубь веков, когда на берегах Лены собирались предки современных жителей Якутии И пока оттечет Лена, эти традиции будут бережно сохраняться Музыка 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Тундра летом полна своеобразного очарования. Это время, когда олени вольно пасутся на летних пастбищах. Олени, самое полезное для человека, животные севера. Вместе со стадами кочуют и пастухи, то удаляясь, то возвращаясь к олени. Остров Столб служит как бы естественным пограничным знаком, отмечающим конец многотрубного пути Лены и начало ее дельты. Дельта Лены. Самая большая по площади в Советском Союзе и вторая в мире после дельты Миссисипи. Здесь ловится Нельма и Рябушка, Омуль и Муксун. Отсюда бесчисленные протоки уносят воды Лены в Северный Ледовитый океан. Мы начали наше путешествие вместе с летом. Но громадность ленских просторов позволила нам застать зиму в арктическом порту Тикси. Первый караван судов, проведенный ледоколом, благополучно вмерз во льды бухты. Но на берегу полным ходом идет подготовка к навигации. По-якутски Тикси место встреч. Пожалуй, лучше о нем не скажешь. А для нас это место расставания. Здесь, под лучами незаходящего полярного солнца, мы закончим путешествие по великой сибирской реке Лени. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ